Глава Славянского района Роман Сенеговский провел выездную строительную планерку в сельских поселениях, где в рамках надпроекта «Жилье и городская среда» идет благоустройство парков. Первый объект, который посетил глава района – парк в хуторе Голицыне. Финансирование объекта по программе составляет 19 миллионов рублей. На площади в полтора гектара ведутся работы под обустройство современной зоны отдыха для хуторян. Территория распланирована, завезен грунт, строительные материалы, выполнена санитарная обрезка деревьев с максимальным сохранением зеленых насаждений для будущего парка. Глава Кировского сельского поселения Евгений Леонов доложил, что согласно проекту парк благоустраивается комплексно. Здесь будут детская игровая и спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол, площадка для воркаута и скейт-парк, дорожки из плитки в центральной части парка и по периметру, удобные скамьи для отдыха, красивое освещение. Рядом с парком находится многофункциональная спортплощадка, построенная год назад по краевой программе. В ходе осмотра объекта глава района высказал ряд замечаний в адрес подрядчика. Прежде всего, это сроки работ, которые на сегодня, хоть и незначительно, но нарушены. Роман Сенеговский потребовал четкого исполнения графика работы, поручил специалистам управления строительства обеспечить ежедневный контроль выполняемых объемов. Еще один новый современный парк строится в поселке Забойском. Вместе с главой Забойского сельского поселения Сергеем Шестопаловым, Роман Сенеговский осмотрел строительную площадку площадью в полгектара, где уже завершается укладка плитки в центральной части. Выполнено бетонирование дорожек по периметру, высажены деревья и кустарники. Проектом благоустройства предусмотрены игровые и спортивные площадки, скамьи для отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, освещение территории. В результате жители Забойского получат удобный, красивый и современный объект благоустройства, где можно отдыхать с семьей, гулять с детьми, проводить поселковые праздники. Общий объем финансирования объекта – порядка 13 миллионов рублей. Глава района дал положительную оценку работе подрядчика «Зеленстрой». Все работы выполняются качественно, сроки строительства четко соблюдаются. Подводя итоги рабочей поездки, Роман Сенеговский отметил, что благодаря нацпроекту в благоустройство города и сельских территорий уже вложено более 200 миллионов рублей. Для жителей благоустроены 5 скверов, 2 парка и 12 дворов многоквартирных домов. И эта работа будет продолжена. С 2017 года в районе работает федеральная программа «Комфортная среда». За эти 4 года мы много сделали. Нашим жителям нравится благоустройство, которое проходит по комфортной среде. В городе Северный парк мы построили, большой парк, где есть все зоны для занятия спортом. Есть возможность отдыха, можно прогуливаться в вечернее время, уличное освещение. Попытались планировать так, зонирование сделали, чтобы комфортно было и молодым людям, и людям пожилого возраста. Приятно, что в нашей программе участвуют не только городское поселение, но и сельские наши поселения. Комфортная городская среда – это отдых нашим жителям, это комфорт, это удобство. Поэтому надеемся, что будем продолжать участвовать в этой программе. В этом году благоустроенные парковые территории появятся в пяти сельских поселениях. Помимо хутора Голицына и поселка Забойского, парки строятся в станицах Черноярковской, Анастасиевской и Петровской. Все они также программные объекты в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова